Жаркое лето в регионе позволило огородникам насладиться земляными работами. Садоводы с удовольствием наблюдали, как цветет малина, смородина, зреют корни плоды и ужаснулись, когда стали собирать урожай. В теплицах и на огородах стали орудовать крысы. В Оксе на Ламбашском телевизоре непрошенные гости уже съели многочисленные посадки. Бьют тревогу почти все населенные пункты, ведь крысы – разносчики чумы, бешенства, тифа и других смертельных заболеваний. Как избавиться от непрошенных гостей, смотрите в следующем материале. Они не боятся радиации и обладают невообразимой выносливостью. Крысы стали причиной тревоги жителей округа. Прожорливых гостей постоянно наблюдают в своих огородах жители деревни Куя. Я уже со счету, честно говоря, сбилась. До 60-ти мы досчитали за три дня, потом уже перестали просто-напросто считать и так ловим. Много очень пустых у картофеля. Вот нас стоит, а картошки нету. Укропа много съели, морковку почти все съели, капусту съели половину. Безобразничает. Люди уже картофель снимают. У кого морковку съели, укроп съели. Не знаю, вот ночью работают, когда работают. Результат на лицо такой, что ничего нет на грядке. Плачевный результат заметили жители деревни Лабожская. Очень много. Вот за ночь, за сутки эти капканы ставят, вылавливают по 40, по 50, по 60 штук, и они тут же опять от кого-то появляются. Пострадали, да, у вас? Пострадали угодья, да, потому что начинаешь копать картошку. 2 июня мы посадили, 10 мы уже ее начали снимать, потому что невозможно. Начинаешь копать, они тут же, там все в норах в этих. Некоторые кусты поднимаешь, там все уже пусто. Поэтому что делать с ними, мы уже вообще не знаем. Зато знают, что делать с этой проблемой в Центре гигиены эпидемиологии в Ненецком автономном округе. Ежедневно туда поступают десятки звонков. Начиная с августа звонки идут и от жилых домов, но от организации практически нет. От управляющей компании спрашивают и советы спрашивают. Мы обработку, говорим, то, что это платная услуга. Значит, проводит у нас ее как бы специалист, потому что она у нас прошла обучение. На эту деятельность есть лицензия. А траву мы приготовим как положено. Дальше ее нужно забрать, нужно ее разложить. Стоимость такой услуги на открытой территории составляет 13 рублей на один квадратный метр. В сумму уже включены затраты выезда специалиста на место. По словам Татьяны Щепеткина, жители округа, владеющие частными домами, должны обрабатывать огороды и придомовые территории за свой счет. Жилые и многоквартирные дома обрабатываются управляющими компаниями. Что же касается муниципальных образований, то согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации о проведениях дератизационных мероприятий, органы местного самоуправления должны обрабатывать помещения, сооружения, состоящие у них на балансе за счет средств муниципалитета. Муниципальные образования практически не ведут эту работу, истребительную. Они людям сейчас стали объяснять, что вот там можно купить, можно это, и в магазинах можно купить, хозяйственных продается, значит, уже готовая приманка. На этом все заканчивается, потому что денег они не планировали, не заработали на эту работу. Потому что те же свалки у всех деревень не так далеко, естественно, они заселены, но на обработку нужны большие средства. По словам глав муниципальных образований, средства на обработку территории они закладывают, но не всегда борьба с грызунами приводит к нужным результатам. Эти деньги мы закладываем, в принципе, мы покупаем ядоприманку. Те крысы, которые являются домашними, так скажем, вот этими, да, которые живут постоянно в населенных пунктах, они эту приманку едят, и они погибают. Но вот та крыса, которая в этом году посетила наши населенные пункты в муниципальных образованиях, это крыса водяная. Ту ядоприманку, которую мы распространяли, она ее не ест. Здесь человек у нас, который там больше 300 крыс этих поймал уже. Они очень хитрые, то есть, ну, деньги мы закладываем в любом случае на обработку, так скажем, мест размещения твердых коммунальных отходов. Но вот с этой крысой очень сложно. Сложно, но можно считать в Центре гигиены эпидемиологии. Крысиные яды с каждым годом совершенствуются. Главное – обратиться к специалистам, которые подберут нужное средство. А еще с целью профилактики нужно ежегодно проводить санитарные мероприятия – весенний и осенний период. И тогда, возможно, удастся установить барьер от крысиных набегов. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.